Здравствуйте! На канале Справедливая Россия, программа Акцент дня, я Владислав Павлов. Ежедневно мы обсуждаем с экспертами самые злободневные темы. Разговор сегодня пойдет об отставках в руководстве Украины. Итак, начинаем. Зеленский своими указами отстранил от должности генерального прокурора Украины Ирины Венедиктову и главу СБУ Ивана Баканова. Что происходит в Киевской верхушке, узнаем у нашего эксперта на связи со студией Александр Дудчак, эксперт Института стран СНГ. Здравствуйте, Александр Васильевич! Добрый день! Ну, первоначальная информация была, что их совсем сняли с должностей, потом вроде бы временно отстранили. И не очень понятно, это вот серьезная чистка какая-то идет или что происходит на Банковой сегодня? Ну, их действительно отстранили, потому что по украинским законам, хоть они, конечно, и переписываются, и создаются, как нравится власти, которая находится в данный момент на Украине, и создаются специальные законы под конкретных людей, тем не менее, в соответствии с законом, просто так убрать с должности не могут, уволить. А вот отстранить могут. Для того, чтобы их окончательно уволили, нужно решение Верховной Рады. Ну, посмотрим, чем закончится, конечно. Но на сегодняшний день мне создается впечатление, что инициатива по отстранению от работы все-таки исходит от разных центров. Но, допустим, отстранение Баканова, это все-таки, скорее всего, инициатива Запада, а отстранение генерального прокурора, возможно, это инициатива уже Зеленского. Какая-то ответная мера. Александр Васильевич, ну мы же с вами помним, что как раз генерального прокурора, там, то ли сам Байден, то ли посол США в Украине назначали, там, с Игорем Руденей были какие-то. То есть, я думаю, прокуратура это вообще, как бы, не отчина Зеленского. Вот именно, я об этом и говорю. Вы правильно мыслим в одном направлении. Оба человека не профессионалов. Что Баканов, что Венедиктова. Баканов, да, мы знаем, это там друг Зеленского, держатель кассы, исполнитель его личных там поручений, связанных с финансами. Венедиктова тоже, это не специалист в области прокуратуры, это скорее преподаватель, да, возможно, она неплохой юрист. Она работала в структурах юридически при торговой промышленной палате, при Верховном суде. Она пыталась стать судьей Верховного суда, по-моему, в 16-м году, но не прошла по конкурсу. Третьего этапа ее сняли, наверное, второй. У нее папа высокопоставленный военный. Да, да, но тем не менее, она попала в постгенерального прокурора, не пройдя какие-то ступеньки работы именно в прокуратуре. И действительно, прокуратура, порой люди назначались по распоряжению извне. Мы действительно помним, как Байден снимал буквально в прямом эфире прокурора, назначал, требовал назначения другого, так оно и было. И даже Венедиктова, она не исполнила поручения Зеленского о возбуждении, как правильно была формулировка, она не приняла участие в травле Порошенко. То есть она могла это сделать, но она не выполнила прямое поручение Зеленского. И в этом плане создает впечатление, что Зеленский тут попытался, ну не то что отомстить, но каким-то образом проявить свой гонор, потому что не мог не отстранить Баканова, друга и соратника, и человека, знающего многое в делах коммерческих и в том, куда там средства вводились и так далее. Александр Васильевич, можно отстранить с какой-то мягкой формулировкой, а там, я так понимаю, что им вменяют чуть ли не госизмену сотен сотрудников ЕСБУ и Генпрокуратуры. Ну нет, не то что, нет, им не вменяют госизмену, будет расследование, и кстати посмотрим, как будут себя вести Баканов и Венедиктов, там тоже будет, наверное, разная линия поведения. Им меняет то, что они достаточно качественно исполняли свои обязанности, и якобы по их вине многие люди в их структурах и в службе безопасности прокуратуре сотрудничают с Россией, но это, скажем так, это объективный процесс. А вы допускаете, что сотрудничество с Россией могло быть? Нет, я абсолютно не исключаю того, что в этих структурах много людей, которые готовы к сотрудничеству с Россией, и чем дальше, по ходу проведения специальной военной операции, таких людей будет больше. Но, может быть, не столько из-за симпатии к России, сколько из-за безразличия к нынешней власти. Там же нет идеологии, там есть просто отстаивание интересов, в первую очередь коммерческих. И СБУ это, по большому счету, крайне коррупционная структура, которая занималась тем, что антикоррупционных структур на Украине создано немерено. И агентство, и бюро расследования, и антикоррупционный комитет, и при СБУ специальные структуры, но при СБУ как раз те, кто занимается борьбой с коррупцией, это самые большие коррупционеры. И мы посмотрим, кстати, для того, чтобы отстранить Венедиктову, например, нужно провести расследование, нужно предъявить конкретные обвинения, назвать непосредственно, в чем она там провинилась. Потому что это пока еще общие формулировки. А Венедиктова, насколько мне известно, она не собирается просто так сдаваться. Если Баканов, скорее всего, не будет бороться за свое место, он согласится со своей участью, потому что он должен выступить в роли громоотвода, и других вариантов у Зеленского нет. Потому что надо на кого-то списать все провалы и на фронте, ну не только на фронте, а торговлю оружием, потому что факты проходят, достаточно серьезные. И в Америке тоже не все понимают, что, собственно, мы финансируем Украину, а нашим оружием по супердемпинговым ценам торгуют по всему миру. То есть это интересно американцам. И сейчас, скажем так, центры влияния на Украину, Вашингтон и Лондон, все-таки они, конечно, цели у них общие антироссийские, но каждый преследует свои интересы. Здесь вот с увольнением Баканова, скорее всего, это все-таки инициатива в большей степени американцев. Александр Васильевич, извините, как-то не странно, но на Украине еще остались оппозиционные СМИ, и вот оппозиционные СМИ пишут, что не Зеленский на самом деле президент Украины, ну то есть по должности понятно, а всем рулит Ермак. И вот эти отставки, это дело его рук. Ну, знаете, оппозиционными, конечно, их назвать можно условно, это просто, опять же, те СМИ, которые подчиняются другим центрам влияния. Назвать их оппозиции никаким образом невозможно, это просто они близнецы, они используют одну идеологию, но просто борются за свое место под солнцем или отрабатывают повестку по заказу. То, что кто там рулит на самом деле, там и Ермак-то не рулит, это все, скажем так, это на одной руке Ермак у этого Карабаса-Барабаса, а на другой руке Зеленский, и, в общем, изображая там какую-то борьбу. Но сказать, что Ермак самостоятельно, какая-то персона, самостоятельный игрок тоже вряд ли возможно, нет, это просто невозможно. Это точно такие же пешки в большой игре, но которые просто вынуждены бороться за место под солнцем. Кто докажет свою большую полезность тем, кто стоит за всем этим цирком? Вот стало известно, что Зеленский назначил Василия Малюка, исполняющего обязанности главы службы безопасности Украины. Про Малюка говорят, что он сторонник жестких мер, пыток в отношении подследственных и так далее при расследовании тех дел, которые ведет СБУ. Чего сейчас от СБУ ждать? Это и так довольно, так сказать, кровавая организация. Да, знаете, ничего ждать не надо, она будет заниматься своим елом, просто это будет такое уже превращение окончательно в гестапо, хотя они давно превратились в гестапо. Сейчас просто, да, они будут действовать, ну, если это можно, более жесткими методами, куда уж более жесткими. Они и так применяли и пытки, и убийства, и, ну, не знаю, мародерство, рейдерство. Просто на это в меньшей степени сможет влиять Зеленский, потому что, как бы там ни было, какая-то свобода действий, определенные допуски у него были на этой территории. Но глобальный вопрос он, конечно, не решал, но, тем не менее, сейчас он лишился еще и своего соратника. И, не знаю, это впечатление, как ему действительно отрезали ухо, потому что мог Баканов где-то чего-то там еще послушать, узнать или быть каким-то следующим звеном. А здесь поставили, да, там, по-моему, не надо быть физиогномистом, чтобы даже по портрету нового главы временно исполняющего обязанности главы СБУ увидеть, что, да, пришли еще более жесткие времена. То есть Гестапо идет в полный рост. Такое впечатление, что мы где-то в апреле 45-го, когда Гестапо работало, в принципе, до мая вполне жестко и, ну, не сказать эффективно, но жестко оно точно работало. Но это уже будет не друг детства Зеленского. Тут уже, как бы, возможности у Зеленского крайне ограничены будут. Ну, понятно, что там какая-то борьба межведовая ведется, да, вот в верхушке украинской власти. И все чаще звучат сообщения о том, что есть жесткое противостояние Зеленского и высшего военного руководства. Ну, заложенного в первую очередь, но вообще генералов. Как вы оцениваете вот это противостояние на фоне того, что идет специальная военная операция и вообще говоря, там, ну, война, как украинцы это называют? А это, скажем, такие заготовки на будущее. В зависимости от того, как будет развиваться ситуация, если нужно будет Зеленского просто выковырять, как, не знаю, гнилую зуб, это сделают. И для этого нужна заранее заготовленная замена. Создать образ такой для народа более-менее приемлемый, что да, вот Зеленский и Спаса, вот бравые вояки, вот они там кровь проливали, они родину защищали, вот кто ж как не они. Это идет просто заготовка на будущее. В зависимости от потребности, да, Зеленского могут поменять вполне на заложенном. Но украинский народ же не дурак, но он же видит, да, что происходит на фронтах и вот эти ежедневные ролики, которые там записывают Зеленский в своем бункере, в зеленой майке. Нет, ну, знаете, там дурак не дурак, но отравленный очень мощно. И как ни крути, но в отсутствии альтернативных источников информации подвижка сознания идет достаточно серьезно. Даже у людей, которые никогда не отличались, там, ну, скажем, отсутствием мозгов, всегда рассуждали трезво. И то у людей, которые находятся на той территории, чувствуется дрейфь сознания. Но это объективные условия. Но ты то, что ты ешь, у тебя вот такое здоровье будет, такое состояние, там, анализ крови. И точно так же мозги. Вот ты то, что ты воспринимаешь из эфира. И как ни крути, оно капает, капает. Если у тебя нет других источников, если нет возможности связаться, там, по телефону поговорить с родственниками. А многие пересорились. Так что это, мы не будем говорить, там, народ дурак. В принципе, ни один народ так назвать нельзя. Но то, что народ очень мощно отравлен, это да. А сдвиг сознания, вот о котором вы говорите, происходит у западных политиков и у западных обывателей. Потому что все чаще звучит информация уже в открытую, что устали от Украины. Устали от Зеленского. Устали от хамов послов и министров. Опять же, давайте различать. Западные политики, западные обыватели. Обыватели можно водить за нас очень долго. Можно им демонстрировать видео, там, постановочное, какое угодно. Политики прекрасно понимают, что они делают. Ну что это, фонд Ролян не понимает, она приезжает в ГУЧ, что это постановка. Корчит рожицы, изображает, там, боже мой, как она сочувствует. Они же все прекрасно. Представляете, с кем мы имеем дело? Они откровенные лгуны. Они прекрасно знают, что и как происходит на самом деле. Ну что, неужели тот же Штайнмайер, нынешний президент Германии, он не понимает, откуда ноги растут? Он же ставил подпись в феврале 2014 года под соглашением об урегулировании кризиса на Украине. Он-то знает, откуда все это происходит. И что причиной всему тот переворот, который они организовали, они провели, они узаконили. И это все идет цепочка логических действий. Они прекрасно понимают, что Россия не могла поступить иначе. Но мы с ними вот имеем дело. А как можно с ними иметь дело, если тот же Стивен Кинг говорит, я готов написать фальшивый сценарий про несуществующие преступления российской власти. Давайте это сделаем. Главное, чтобы Украина звучала. Ну, Стивен Кинг человек искусства. И я думаю, он как бы симпатизирует общей линии поведения. По крайней мере, такой мейнстрим. Но это все-таки не политик, это не тот человек, который принимал участие непосредственно в тех процессах, которые происходили. Он не участник кухни. Он просто может изобразить, как человек, нафантазировать все, что угодно. И с его мощной фантазией, конечно, они могут наделать любых фейков. Но спасибо пранкерам. Они, конечно, шикарно продемонстрировали, что на самом деле представляет себя, это все освещение событий. А политики, они, ну, многие, по крайней мере, прекрасно понимают, что происходит. Но, тем не менее, понимая все, что происходит, они работают, потому что у них работа такая. Никуда не от этого не существует. Спасибо большое, Александр Васильевич, за то, что нашли время и возможность ответить на наши вопросы. Я напоминаю, что у нас на связи был эксперт Института стран СНГ Александр Дудчак. Это программа «Акцент дня». Я Владислав Павлов. Смотрите нас каждый будний день на канале «Справедливая Россия». И будьте здоровы! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!